Дорогие друзья, меня зовут Валерий Соловей, я политолог, живу и работаю в Москве. Многие из вас знают меня по многочисленным роликам в ютубе, выступлениям на радио, в первую очередь на эхе Москвы. И в своих роликах и выступлениях я говорю преимущественно или почти исключительно о политике. Но сейчас я хочу поговорить с вами совсем о другом. О другом это о том, как выжить и сохранить человеческое достоинство в условиях эпидемии, которая на нас надвигается. Я сразу хочу сказать, что угроза, с которой мы сталкиваемся, более чем реальна. Она масштабна и она очень остра. К сожалению, власть нас, как обычно, обманывает. Обманывает и в том, что касается числа жертв коронавируса, и в том, что касается числа инфицированных, и в том, что касается возможных последствий. Но цель моя сейчас не в том, чтобы упрекать власть. Хотя из-за этой лжи будет очень много бессмысленных жертв и страданий в нашем обществе. Бессмысленно обижаться на крокодила, который пожирает жертву. Такова его природа. Такова природа отечественной власти. Она может только врать и может только требовать у нас, не вдавая ничего взамен. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И первое, с чего надо начать – это реалистично оценить масштаб надвигающейся беды. Был такой известный французский путешественник, великий путешественник, Ален Бомбар. Он первым пересек Атлантический океан на лодке. Это было одиночное плавание. Вот он занимался изучением жертв, поведением жертв кораблекрушений и сказал, что жертвы эти убило не отсутствие воды, не отсутствие провизии, не акулы, не палящее солнце, а убил их собственный страх. Значит, первое и самое важное – не стоит поддаваться панике. Надо реалистично смотреть на происходящее и по мере сил подготовиться к тому, что уже происходит и что будет происходить в ближайшее время. Нашу стратегию можно сформулировать следующим образом – забота о себе, о родных и близких, и забота о знакомых и соседях. Вот два или три таких круга, в зависимости от того, как вы это понимаете. Есть очень простые вещи, которые надо делать для того, чтобы по мере силы обезопасить себя. Эти вещи простые, понятные, легко осуществимые. Они не дадут стопроцентные гарантии нашей безопасности, но они значительно снизят риски нашего заражения коронавирусом. Итак, эти вещи. Первое – это тщательно мыть руки с мылом. Не менее 20 секунд. Откуда бы вы ни пришли, семья, дети – сразу же мыть руки с мылом. Если нет возможности, вы где-то находитесь в городе, помыть руки с мылом, пожалуйста, воспользуйтесь санитайзером или, по крайней мере, салфетками дезинфицирующими, лучше именно дезинфицирующими на спиртовом растворе. Второе – по возможности избегать скопления людей и сохранять так называемую социальную дистанцию, которая составляет от полутора и двух метров. Если получится больше, то это лучше. Я понимаю, что это не всегда и не везде возможно, но стоит об этом задуматься. Наконец, третье – то, что бросается в глаза – это носить маску. Я сейчас не собираюсь обсуждать, любая ли маска хороша. Не все маски защищают в одинаковую степень. Есть маски, обеспечивающие высокую степень защиты. Есть маски, обеспечивающие гораздо меньшую степень защиты. Исходите из того, что у вас под рукой. Исходите из того, каковы ваши возможности. И имейте, пожалуйста, в виду, что любая маска лучше ее отсутствия. Опять же, какова бы ни была низка степень защиты маски, она тем не менее способна снизить уровень угрозы. И еще очень важно, что она не позволит вам хвататься руками за лицо. Мы инстинктивно, этого уже не замечаем, постоянно беремся за свое лицо. То нос почесать, то ухо, то прикоснуться к колбу или что-нибудь в таком духе. Вот маска на сей счет нас предостерегает. Почему маску важно носить и где ее важно носить? Ну, важно носить вот почему. Я сказал, что она уменьшает риски. Это первое. Второе. Соответственно, чем позже вы заболеете, тем больше шансов, что вы перенесете коронавирусную инфекцию и легче. Потому что считается, хотя это совсем не факт, но считается, что в общем, по мере распространения коронавирус начинает ослабевать. Теперь, очень важное обстоятельство. Где носить маску? Не надо ее носить дома, если, конечно, у вас дома нет больных. Или наоборот, вы уже захворали и пытаетесь не заразить своих домочадцев. Ее надо носить там, надевать маску там, где скопление людей. Это транспорт, это магазин, ну и, видимо, в офисе, если вы работаете в настоящее время. Да, я понимаю, что масок не хватает, тем более масок в высокой степени защиты. Ничего не поделаешь, придется делать самим. И сейчас маски делают сами и в Великобритании, и в Бельгии, и в других странах Европы, которые все оказались во власти эпидемии коронавируса. Каковы риски? Если у вас дети-подростки, я думаю, что избежать риска инфицирования практически невозможно. Потому что себя вы можете уговорить, заставить сидеть дома в самоизоляции, на карантине, к сожалению, с детьми это так не получится. Вот у нас дома сын, студент первого курса, который первую неделю отмечал карантин. Мы с женой подумали, погревали. Ну, чтобы мы ему не говорили, он все равно будет выходить на улицу, по крайней мере, до сей поры, и вести социально активную жизнь. Риски велики. Значит, с этим придется жить и быть готовым к тому, что мы захвораем. Точно так же надо воспринимать свою судьбину, я бы сказал, неизбежность, неизбежность риска тем, кто будет в неделе, а может быть и месяце карантина, ходить на работу. Риски на работе и по дороге на работу, они, конечно, увеличиваются. Поэтому надо быть готовым к тому, что нам придется переболеть. По счастью, в 80% случаев коронавирус проходит бессимптомно, это особенно важно для подростков, и, кстати, поэтому они являются переносчиками эпидемии, они сами этого не замечают, или проходит в легкой и средней формах. К сожалению, в 20% формы коронавируса, проявления коронавируса могут оказаться очень тяжелыми. Вопрос. Стоит ли обращаться за медицинской помощью? Вы знаете хорошо состояние нашего здравоохранения и состояние нашей санитарной системы. Поэтому решайте сами. Но я могу лишь вам повторить слова Толстого из «Войны и мира». Несмотря на то, что врачи лечили Пьера, он все-таки выжил. Вот с тех пор, как роман этот был написан «Война и мир», в нашей медицине, боюсь, ничего особо не изменилось. А за последние 15 лет стало только гораздо хуже. Поэтому, если вы даже уверены, сами у себя диагностировали коронавирус, а существует уже обширная литература, позволяющая сделать самому это, то решите, если его проявления умерены, наверное, все-таки лучше остаться дома. Что касается тестирования. Вот это тот случай, когда надо все-таки наступить на горло собственным страхом и бить себя по рукам. Если у вас нет никакой симптоматики, то делать тесто бессмысленно. Потому что это а. требует времени, б. это стоит денег, и в. честно говоря, те тесты, которые используются в Российской Федерации, отличаются крайне невысокой степенью надежности и точности. Имейте это, пожалуйста, в виду. По разным оценкам их точность составляется у 50%. Самые высокие риски, вы уже об этом знаете, у старшего поколения. Его надо по мере сил оградить от общения с внуками. Вот именно старшее поколение надо изолировать. Пожалуйста, подумайте о своих родителях, о своих бабушках и дедушках. Надеюсь, в отличие от Пенсионного фонда Российской Федерации, они вам дороги. Теперь давайте вообразим себе, что мы с вами оказались в самоизоляции. Чем мы будем заниматься? Во-первых, всегда есть дела по дому, хотя бы наведение порядка у себя в комнате, у себя в письменном столе, в своих вещах, о котором, о наведении порядка, мы с вами долго и думали, но до сих пор еще у нас не было возможности. Вот сейчас такая возможность появилась. Давайте наведем порядок в собственных вещах. Это поможет нам отвлечься от происходящего и чуть-чуть навести порядок в собственных мыслях. Для того, чтобы навести порядок в собственных мыслях, неплохо было бы помедитировать. Можно вести это в практику. Теперь у вас как раз появляется, у нас появляется такая возможность. По 5-10 минут в день вы легко найдете приемлемую, подходящую вам форму медитации. Если вы даже просто будете сидя, даже в крайнем случае лежа, наблюдать за собственным дыханием, постараясь освободить голову от разных мыслей, которые навязчиво просятся к нам, а в среднем в день у нас возникает 75 тысяч мыслей. Если будем 5-10 минут проживем без них, это явно нам пойдет на пользу. Не готовы заняться медитацией? Есть альтернатива. Надо, как говорит наша подруга, друг нашей семьи, Алина, прекрасный врач-стоматолог, надо немножко прибухивать. Я не призываю вас, упаси Боже, к пьянству, но если вы вечером выпьете немного спиртного, в зависимости от ваших вкусов, говорят, что лучше всего в профилактических целях пить крепкое спиртное, но это не более 40-50 мл. Даже если эти рекомендации с медицинской точки зрения и сомнительны, то с точки зрения морально-психологической они более чем уместны. Это позволит вам расслабиться и хотя бы отчасти снять напряжение и отвлечься от постоянных мыслей о происходящем. Свободное время, как мы с вами занимаем? Начинаем серфить в интернете, в социальных сетях. Чем больше свободного времени, тем больше мы этому уделяем времени. Вот с этим надо как-то бороться, как-то себя ограничивать и постараться переключиться на другое. На книги, пожалуйста, хотя бы на электронные. Их можно читать, а может быть кому-то придет в голову, наконец-то, идея попробовать самому что-то написать, изложить какие-то свои соображения, не обязательно в билетристической форме, а можно в мемуарной, вести дневниковые записи смотного времени. Мы сейчас действительно с вами вступаем в смотное время. Оно начинается в России. И всегда можно найти какие-то условно-культурные, ну не условно, в полном смысле слова, культурные занятия. Сейчас масса театров выложила свои спектакли, которые до этого вы не могли посмотреть. Посмотрите, пожалуйста, там есть много того, от чего вы получите удовольствие и отвлечетесь. Что можно делать? Вот в Европе карантин проходит в виде призывов, и даже не призывов, а стражающих требований под угрозой колоссальных штрафов не выходить на улицу. Честно говоря, сомневаюсь, что у нас в России удастся эту модель реализовать, если только не поставить в каждом дворе по парочке часовых. И то эти часовые очень скоро будут морально коррумпированы людьми, живущими в домах. Потому что очень сложно сидеть дома. У нас, к сожалению, большинство людей маленькие квартиры, живем мускученно, не очень комфортно. Я думаю, что, даже не думаю, я знаю, что нет никакого греха, если вы будете гулять, но гулять надо там, гулять надо там, где поменьше людей. Если есть большой парк, к сожалению, в Москве парки закрываются, я считаю, что это большая ошибка. Значит, парк, там можно гулять и без маски. Можно заниматься спортом? Да, индивидуально можно заниматься спортом. Сейчас погода хорошая, можно это делать на улице, но опять же, это принципиально важно, надо соблюдать социальную дистанцию. А так, и прогулки, и занятия спортом, они не только полезны, но они создают, все-таки повышают наш иммунитет, что немаловажно при угрозе такой мощной вирусной инфекции. Теперь следующий круг наших отношений, или следующий шаг в наших стратегиях сохранения здоровья и здравого смысла, это наладить отношения с людьми, с которыми мы живем в одном подъезде или как минимум на одной лестничной площадке. Это очень важно и с целью повышения уровня защищенности, ну, коллективная безопасность, потому что смутное время, как правило, сопровождается ростом преступности. Надо отдавать себе в этом отчет. Значит, что можно сделать? По крайней мере, не здороваясь за руку со своими соседями, если вы их не знали до этого, или знали шапочно, поздороваться, но главное обменяться телефонами. Главное обменяться телефонами и условиться о каких-то возможных действиях в случае кризисной ситуации. Ну, я имею в виду локальный кризис. Это одна сторона, и вторая сторона, это принципиально важно. Очень много пожилых людей, бок о бок с нами. Очень часто это люди одиноки, им некому, некому им помочь. С ними надо договориться о том, что могли бы оказывать им помощь. Помощь это привести, принести какую-то провизию из магазина или какие-то лекарства из аптеки. Уже принести, позвонить в дверь, оставить там у порога, и они заберут. Это очень важно, тем самым мы поможем нашим ближним и сохраним их жизнь. Нам придется налаживать социальное взаимодействие со своим окружением, даже если мы об этом ранее не думали и этого по каким-то причинам избегали, хотя бы по той простой причине, что эпидемия продлится довольно долго. Исходя из того, что это полтора-два месяца, англичане говорят, что это 12 недель, то есть это 3 месяца. И как бы то ни было, сколько бы она ни длилась, очень важно выйти из нее, сохранив здоровье родных и близких и сохранив устойчивость собственной психики. Это наша с вами общая цель и задача. Ну и в заключение я расскажу вам небольшую притчу. Дело происходило в одной далекой восточной стране, я бы сказал, в дальневосточной. Там был знаменитый полководец. Вот он вел свое войско, оно уже устало от похода, от битв. И вдруг они натолкнулись на войско противника, которое превосходило войско этого полководца раз в 10. Но сражение было неизбежно. Тогда полководец, увидев рядом храм, сказал, я сейчас пойду помолюсь богам и выйдя брошу монетку. Вот если монетка упадет орлом, то мы победим. Боги даруют нам победу в этой схватке. Он зашел в храм, помолился богам, бросил монетку, монетка упала орлом. Окрыленное войско бросилось, подобно тиграм, на войско противника и разгромило его. После того, как сражение закончилось, адъютант подошел к военачальнику и с видом философа Резонера сказал, конечно, ничего нельзя изменить, когда действует рука судьбы. Полководец посмотрел на него, улыбнулся и сказал, верно, не изменить. И показал ему монету, на которой орлы были с обеих сторон. К чему я это? Если мы с вами решили выжить, сохранить свое здоровье, то судьба непременно окажется на нашей стороне. Я желаю вам всего наилучшего. Сохраняйте здоровье, берегите родных и близких и себя. И до встречи.